Трофей рыбалка Трофей рыбалка Трофей рыбалка Если смотреть лето Практически все с моторами Редко кого встретишь на веслах И зимой все больше и больше людей Приходят к тому Что нужно на чем-то двигаться Передвигаться для того чтобы День зимний короткий И больше времени осталось Охватить хочется больше И охватить Такую акваторию куда пешочком ты и не дойдешь Поэтому вот такая мототехника Перед тем, как мы перейдем непосредственно к разговору, прошу прощения, что перебиваю, я все-таки хочу напомнить, что программа «Трофея рыбалка» еще и удивительна тем, что в каждой передаче мы подводим итоги нашего конкурса, конкурса фотографий. На данный момент все подробности размещены в группе нашей радиостанции ВКонтакте. И сегодня в конце передачи мы назовем имя счастливчика, который получит у нас суперприз от компании «Движение нефтепродукт». Это наш генеральный партнер 30 литров бензина «Ультра-92». Вот сейчас прошу обратить внимание, те, кто смотрит видеотрансляцию, ой, видео, простите, запись, вот такие купончики ровно на 30 литров бензина у нас счастливчик получит сегодня. Ближе к концу программы мы озвучим. Ну да, и как раз вот этот бензин можно залить в ту технику, про которую мы сегодня будем говорить. Антон, расскажи, пожалуйста, вот что у нас сейчас вообще есть. Я знаю, что там есть снегоходы, какие-то там собаки, да, там еще что-то. Василий, видимо, редко заглядывает в соответствующий отдел. Ну да, мне как бы немножко некогда бывает, но в теме, но Антон знает больше и поделится с нами. Итак, Антон, ассортимент. Что существует, да, и, скажем так, что там актуально вот сейчас там будет, да, там, не знаю, человек приходит, там, глаза разбегаются, техники стоит, там, какая-то куча. Вот, давай начнем с классификации. Какие бывают? Ну, классика жанра, я думаю, все видали, все знают, это большой, огромный снегоход, который везет быстро, везет много, но нюанс... Стоит дорого. Стоит дорого, место много занимает, бензина требует много, при этом все чаще и чаще люди обращают внимание на маленькие средства механизации для зимней рыбалки, да, и для, в принципе, для активного отдыха. Одни, наверное, из самых ярких представителей на сегодняшний день это мини-снегоходы и мотобуксировщики, мотособаки, их называть можно по-разному, толкачи и еще миллион всяких разных названий. Ну, то есть это все одно и то же. Это все не пешком. Те, кто никогда это не видел, могут забивать соответствующее название в поисковике. Да, но мотобуксировщик от мини-снегохода, он же все равно там отличается, конструктивные особенности какие-то у них там есть, да, вот, ну это вот, в моем понятии мини-снегоход, это тот же самый снегоход, только мини, да? Да, 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 все верно. Давайте поговорим все-таки про плюсы и минусы большого маленького снегохода и все-таки мотособаки, мотобуксировщики, поговорим отдельно о них. Давайте, хорошо. Большой снегоход плюсы везет много, быстро, далеко, комфорт. Маленький снегоход, это же самая копия большого снегохода, стоит дешевле, бензин отратит гораздо меньше, место занимает гораздо меньше, для транспортировки не нужен какой-то гигантский прицеп, место в гараже, либо где-то в подсобном хозяйстве занимает очень мало, но при этом еще и стоит очень дешево. То есть, маленький вариант большого снегохода, везет меньше, везет, ну, по расстоянию не будем говорить, но везет действительно там двух-трех здоровых мужчин с экипировкой, вполне может доставить до места. А принцип работы тот же самый, да? Вотор, двигатель, гусеница, одна, либо две лыжи. Вот. Бывают две гусеницы. Просто все более компактно. Все более компактно, все более дешевое. Я, если правильно понимаю, в любом случае большие снегоходы, они, ну, менее популярны, наверное, да, потому что для транспортировки, как вот ты уже сказал, там, прицеп нужен. Место для хранения. Место для хранения какое-то необходимо. Средства, чтобы содержать. Средства, чтобы его содержать, техническое обслуживание, там, бензин, все оставшееся, и, соответственно, такие штуки выбирают, как правило, люди, которые ездят большими компаниями, потому что я вот видал, да и сам там ездил, да, сани огромные, там, прицепили. Да, 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 да. В них там еще пять человек сидит, двое на сне ходят, то есть и вперед едут. Соответственно, выбор для людей, которые ездят далеко на рыбалку, которым нужно огромное расстояние покрывать, которые едут большой компанией, то есть там выбор однозначно большой снегоход. Но у него есть там определенные минусы, да? Да. Вот по маленькому снегоходу проходимость его, ну, есть вот такое понятие проходимость, да, большой снегоход, я знаю, за счет того, что мощность двигателя... Ну, давай, Вася, начнем с него фактора. Я так понимаю, в чем мерить проходимость. По снегу. По снегу. Да, да. Сегодня говорим про снежного покрова. Большой снегоход за счет своей мощности двигателя, за счет, там, не знаю, ширины гусеницы, там, большой гусеницы, длинной гусеницы, большой базы. По пухлому, по такому рыхлому снегу едет лучше, чем маленький, верно? Не всегда, но в целом, да, верно. Плюсы все-таки мини-снегохода, это, наверное, один из основополагающих факторов, это цена. То есть, если говорим про сегмент, там, около ста тысячных, там, мини-снегоходиков, каких-то мотобуксировщиков, ну, 100 тысяч рублей больше может народу себе позволить. Причем, наверное, в большей части случаев он справляется с этими же самыми задачами. Везет, ну, в среднем это один-два рыбака, это, допустим, ты, плюс товарищ, плюс бурые ящики и рыболовный скарб. Стоит дешево, потребляет бензина меньше гораздо. Насчет проходимости очень актуальный вопрос. Да, если мы берем мини-снегоход, да, он будет по проходимости уступать. Да, он будет, конечно, меньше места занимать. Но если нужно проехать определенное небольшое расстояние, то есть точка, 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 это сколько? Ну, да, вот сколько на таком снегоходе комфортно ехать? 20, 30, 40, 50 километров? 10, 15, это можно преодолеть легко. В принципе, на дальняк куда-то идти комфорта. Ну, это и без дозаправки, наверное, это, наверное, комфортное расстояние, пока там не устанешь. Ну, у него скорость. Это все-таки частный случай, пока не надо ездить. Скорость не высока у него, сколько вот они там едут в среднем? Ну, округлим, это 30-20 километров в час. То есть до 40, это в большинстве случаев. А большой снегоход может там и 60, и 70. Лучше ехать на мини-снегоходе, чем хорошо быстро бежать лучше все равно. В любом случае, это не пешком, это гораздо интереснее, зона облова получается больше, это можно полезную нагрузку взять с собой, это можно рыбу увезти, если был день чертовски удачный. За счет этого мы просто не потащим это на себе. Но дальше, что еще интересно будет слушателям? Ну, вот по проходимости, да, я думаю, что вот маленький снегоход, наверное, проще вытащить. Ну, вдвоем его можно там из снега откопать, а большой фиг не станешь. Я чуть позже тоже задам уточню. Представь, большой снегоход, ну, вес у него в среднем, там, если какие-то утилитарники брать, это 300 плюс-минус килограмм. То есть мини-снегоходы, ну, в самом худшем случае, это 150 килограмм. Я имею в виду, что про заводские модификации, да, да, да. То есть достать его из пухляка, когда снега по самое неболой, можно гораздо легче одному вдвоем. Частный случай, опять же, разбирать не будем. По проходимости, конечно, мини-снегоходы будут уступать. Но при этом достать его действительно будет легче. Можно я еще такой приведу пример, да, ну, вот, как я понимаю, мини-снегоход и полноценный большой снегоход. Если, например, рыбак выбирается на этой технике, ну, вот, да, в незнакомую совершенно местность, такая непаханная целина снежная. Я так понимаю, что на большом снегоходе можно вообще без задней мысли забуровиться, куда хочешь, вот, проехать. Не всегда, да, 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 не всегда, но в большинстве случаев, да. То есть и по-разному, и какие-то подъемы, и спуски, вот такая пересеченная местность, в принципе, он везде вывезет, да? А его младший собрат все-таки надо думать, куда стоишься. Уступать, но все-таки есть некоторые модификации мини-снегоходов, мини-буксировщиков, которые по проходимости иногда в частных случаях, опять же, не уступают и большим. Во-первых, за счет массы, за счет коэффициента полезного действия нагрузки на грунт. В данном случае это на снег, то есть гусеницы будут, ну, как минимум, столько же давить, при этом с той же нагрузкой идти по снегу. То есть иногда мини-снегоходы получаются не хуже, как минимум, больших собратьев, но при этом стоят... А от чего это зависит? Может быть, конкретных производителей можем сейчас находить? Да, но вот конкретные бренды конкретные, которые... На что стоит обратить, на какие бренды? У нас вот их много стоит, я, честно, даже все не знаю. Ну, один из ярких, один из ярких, что, в принципе, с кем работаем давно, какая техника себя зарекомендовала с точки зрения практичности, цены, расходников, это компания Ирбис. На сегодняшний день одна из лучших представителей, а конкретно это модели Мухтар. Седьмой, конечно, кану в лету, но пятнадцатый Мухтар никуда не делся. Камни Мухтар. Мухтар. Незаменимый помощник на рыбалке. Это производитель страна? На сегодняшний день Россия, матушка. Россия? Все в России собирается, российские комплектующие, помимо, наверное, только двигателей, все остальное полностью Россия. То есть, да, с недавнего времени начали сделать все в России. Почему он, почему не кто-то другой? Во-первых, наличие запчастей, запчасти дешевые. Ну, да, вот давай конкретно по этой модели тогда поговорим. Ну, давайте поинтереснее. Пятидесятая гусеница от самой, наверное, основополагающей ширины гусеницы. Это имеешь в виду ширина. Тем больше площадь контакта и выше проходимость. То есть, берем за базу, за основу, пятидесятую по ширине гусеницу. Берем ее в длину, если мы ее разрежем и поберем, длина у нее будет 2,80. Типичный, в принципе, для мини-снегоходов форм-фактор. Это две лыжи спереди с минимальным набором функций, с минимальной подвеской. Но все-таки подвеска это есть. Легко он может перетаскивать грузы до 300 килограмм. А мощность двигателя 15 лошадиных сил. Соответствует названию, все верно. И, соответственно, и расход у него будет такой. Ну, заявленный производителем это до 4,5 литров. Опять же, режима езды будет зависеть. На час работает. А, час работает. Ну, в зависимости от того, где мы едем. За час мы сможем преодолеть расстояние километров 30. Ну, Вася, давай посчитаем. То есть на 30 литров бензина, который мы сегодня подарим, в принципе... Можно угу-голу кататься. Угу-голу ехать хорошо можно. Но, опять же, будет зависеть от типа снега. Это пухляк, это укатанная, это корея. Я говорю, в среднем 30 километров, в принципе, там, ну, так вот нормально на нем... Ну, в час, да. В час пройдешь спокойненько. Да, вполне, вполне можно. Так, супер. И вот эта модель, я, насколько знаю, она достаточно так компактно собирается. Более того, Вась, можно еще разобрать. У него же там снимается лыжный модуль, я, насколько понимаю. Модуль, рама, сидушка, двигатель при желании можно снять. Я это к тому, что прицеп не нужен. Да. А в машину прям. Если вы обладатель... Вот в какую машину войдет, да, вот. Универсал. Универсал. Средней руки, кроссовер, внедорожник. Паркетник такой, да? Паркетник, пикап. Без проблем просто разбирайте, складывайте, убирайте все комплектующие в багажник. Сколько времени на сборку-разборку? Ну, при сноровке, должной сноровке занимает это 15-20 минут. А если трезвые? А если трезвые, то быстрее. Не, ну, короче, преимущество, да. Ценник, мало бензина, широкая гусеница, дешевые расходники, собирается в машину, нам не нужно тратиться на дополнительные там прицепы, еще там что-то. Ну, давайте озвучим все-таки ценник. Ну, и места в гараже занимает очень мало. Давайте ценник озвучим, это не секрет. Ну, сегодня говорим про около 100-тысячные снегоходы, поэтому чуть-чуть за 100 переваливает. Чуть-чуть. Конечно, более подробно всегда можно в арсенале, проконсультироваться, расскажем, покажем, разжуем. А дополнительные какие-то прибамбасы к нему? Тюнинг. Да, тюнинг. Нет, я имею в виду какие-то штуки, которые, например, увеличивают проходимость, ну, знаете, как на автомобилях, вот там, цепи, да, например, на колесах можно. Ну, наверное, первое, что предлагаем людям всегда, это расширители лыж. То есть расширители увеличивают пятна контакта лыжи, проваливаться будет меньше, да-да-да, все верно. Плюсами стираться лыжи родные будут гораздо меньше. Так, в качестве какого-то защитного чехла. Но первая функция всегда расширителей, это непосредственно, чтобы лыжи проваливались гораздо меньше в рыхлый, пухлый снег. В свежевыпавший, да? Да, все верно. Так, вообще хорошо. С гусеницей, то есть там уже тюнинговать нечего, да? Нет, все, буквально все из коробки, достал, залил бензин, поехал. Ну, конечно же, техника требует. А, во, самое-то главное, вот достал из коробки, залил, поехал. Вот на лодочных моторах есть такая штука-обкатка. Вот здесь она существует? Конечно, конечно. Двигатель какой, двухтактный, четырехтактный двигатель. То есть, соответственно, там бензин с маслом ничего мешать не надо, отдельно заливаем масло. Заливаем только чистый бензин. Какое масло мы туда заливаем? Специализированное. Специализированное масло, которое еще и при низких температурах там должно себя вести там правильно. Ну, синтетика не обязательно, но это все-таки отдельной передаче надо посвятить. Это тоже есть, масло у нас тоже есть в арсенале, да? Все расходники, все жидкости, все-все-все есть. Так что спрашивайте, вот там приходите, кого заинтересует, в арсенал забегайте, парни подскажут. На Комсомольскую 8. Да, сколько стоит масло в среднем? Порядок цена начинается от 400 буквально. Ну, то есть, опять же, там, 80 рублей и пошли вверх в зависимости от своих хотелок. Как часто масло меняем? Раз в сезон, ну, вот зимний сезон откатали, потом я его там должен законсервировать, там, убрать, не знаю, в гараж поставить. Или как мотоблок можно использовать. Или что там с ним делать? Как мотоблок, конечно, не получился. В качестве, кстати, вездеходной техники, всесезонной, мутор 15-й подходит. Да, подвеска позволяет, она катковая. А там же можно колеса поставить. Катковая, она у вас уже идет с завода. Катковая подвеска, помимо этого, для улучшенной проходимости можно поставить, опять же, те же самые склизы, которые идут, опять же, в комплекте. Что такое склизы? Склизы, кто не в курсе, это направляющие, которые дают меньше гулять гусеницы. Ну, аналог независимой подвески на машине. То есть, есть независимая, есть зависимая. Если обычная катковая подвеска, она будет больше отыгрывать неровности, пеньков, каких-то там мухабов, да-да-да, гусеницу огибать, склизы блокируют гусеницу. То есть, валиться она будет в рыхлый снег гораздо меньше, дает управляемость лучшую. Не тюнинг, Вась, это все-таки стоковая комплектация, все из коробки опять-таки. А, они там есть? Да, они идут в комплекте. Чтобы улов не растрясти. Ну, или дорогую жену, если взял ее. Все верно, все верно. Либо товарищей не потерять. Ну, да, да, да. Да, кстати, немаловажный вопрос. Все-таки речь идет о технике. А как по части категории водительской на все эти вещи? Права на нее нужны? А, законодательство на сегодняшний день идет как? Везде, где есть гусеница и хотя бы одна лыжа, по идее, подлежит регистрации? В ГИБДД? Нет. В Гостехнадзоре, то есть, где регистрируют трактора, снегоходы большие, маленькие и так далее. Но нюанс какой? С техникой должна быть... На снегоход я знаю, что права нужны на большое. Тракториста. Ну, права тракториста, но тем не менее, они нужны. У меня есть, если что. Обращайтесь. Приходите, подскажем, что лучше взять. Вот, а на такие буксировщики... На сегодняшний день они идут без паспорта самоходной машины, ПСМ-ка так называемая, то есть, поставить на учет не получится. А вот у следующего мини-снегоходика, и все-таки он уже относится к мини-снегоходикам, уже специализированным, тот же самый Динго, который идет, кстати, между прочим, с паспортом самоходной машины. Вот его уже, да, его можно поставить и на учет, и кататься с нами. Я понял, ты сейчас говоришь, Динго 150-й. Он самый, он самый. Следующая достаточно популярная модель, за которой там очередь стоит, которую в сезон можно не найти и не купить. Ну, хорошо, давайте о ней поговорим. О ней плюсы-минусы по сравнению вот с этим же там Мухтаром, что он нам даст по ценнику, я насколько понимаю, он там, по-моему, чуть-чуть подороже. Чуть-чуть подороже. Получается, ну, тоже там в пределах ста там с небольшим. Я вот насколько могу их там представлять, то Динго 150-й, это действительно уже такой снегоходик. То есть, если Мухтар, это выглядит такая, взади база с двигателем, да, и впереди такой лыжный модуль. Он вышел из мотобуксировщика, то есть, такой лыжный модуль там впереди, трубки какие-то там, все это так выглядит. А Динго 150-й, он такой прям маленький спортивный снегоходик. Маленький симпатичный снегоходик. Ну, в первую очередь, что это, опять же, проходимость 150-й Динго, он имеет гусеницу шириной 38. То есть, меньше, меньше, чем уже. Она идет уже, она идет под короткой чуть-чуть. Это в минус Динго, мы говорим. Ну, понимаешь, если рыбак поехал на рыбалку, опять же, надо поговорить про места, где он будет ходить. Ну, отдельно сейчас про них поговорим. Но, в первую очередь, это комфорт. Динго 150-й, ты подходишь к нему, смотришь, ну, реально маленький снегоходик, комфортный, со своими интересными вещами. В том числе, подогрев рук. То есть, чтобы руки не мерзли, есть такая функция обогрева ручек. Газа, в том числе, посадка более удобная. На нем можно сидеть вдвоем. На Мухтаре, кстати, только в одного можно. А остальные все едут в санях. О, немаловажно. То есть, к Мухтару, помимо всего прочего, нужно еще и сани купить. Опять же, великое множество саней. Тем не менее, понятно, что их там выбор огромен, но это, скажем так, дополнительные финансовые траты. А сколько примерно диапазон цифр? Они же тоже такие, недешевые. Двух, семиста и пошли, опять же, до своих тела. Но 2700 это ящики возить. Это пластиковый короб без прицепного. Если прицепное берем, это трех с половиной. Это подцепил и действительно поехал. Можно взять, конечно, бронированное с так называемыми накладками. Я имею в виду по размеру. А подбираем по технике. Конкретно за Мухтаром. За 2000 рублей можно взять сани. Такое ощущение, ну, мое предположение, что в них там можно сложить только бурые ящики и все. Где там сидеть-то, они же маленькие будут. Нет, Вася, ты понимаешь, они как раз будут идти в колею. Они будут иметь, во-первых, ширину точно такую же как усинницы. Ну, два человека садятся, да. То есть 50, полметра. Два, если это будут небольшие, не под 150 килограмм хомячки, то вполне реально, вполне. То есть вдвоем, с каким-никаким шмурдячком рыбацким, можно поместиться в тесноте, как говорится, но не в обиде. Так, Динго, к нему возвращаемся. Динго, подходишь, смотришь, красивый, маленький снегоходик. Имеет очень неплохие технические характеристики. 150 это объем двигателя? Это да, название идет именно от объема двигателя. А мощность? Та же 10 лошадиных свинь. 10 лошадиных свинь. Везет не так шустро, идет не так хорошо. Хорошо по глубокому снегу. Но мы имеем на борту комфорт. Опять же, комфорт не маловажно. Но сани все равно нужны. Сани нужны. Потому что вдвоем, если мы там сядем, то ящики буры... С багажника уже не выйдут. Однозначно санки. Плюс развесовка снегохода получается гораздо, ну, так скажем, не очень правильно. Все-таки, если хотим преодолевать какие-то снежные буры, большие очень снега, поля, по лугам кататься, все-таки динго 150 будет проигрывать по проходимости, но при этом он может преодолеть пухляк. Ну, в одного налегке. Почему он так популярен-то? Потому что он дешевый, он комфортный, он удобный. Смотри, не всем ваше. Реально зимой все приходят, вот я, насколько там знаю, даже мои там знакомые какие-то... Динго, динго, динго. Первый вопрос, есть динго у вас? Сразу сходу. Ну да. Давайте динго. Говоришь, там вроде бы, да, вот есть. А потом уже начинаются вот как раз вопросы, о чем мы сейчас говорим. А как он пойдет? Вот, да, как пойдет, говоришь, вот так пойдет. Ну, Вась, многие чудес ждут каких-то. Вот, и на самом деле я знаю, что многие там потом переигрывали там с дингой, покупали что-то другое. Ну, когда, значит, в беседе... Ну, кстати, многое, кто переходил на Мухтара. В беседе уже вот разговариваешь, понимаешь, где они рыбачат, как рыбачат, да, там, какие... Иногда и проходимость-то не нужна. Иногда суть техники, опять же, малая механизация этой. Суть в чем? Довести двух рыбаков до места. В большинстве случаев это бывает просто даже укатанный лед. Ну, не лед, я имею в виду... Особое проходимое качество и не нужно. Да, то есть просто нужно с каким-никаким комфортом, с точки А в точку Б, перейти, доехать, от рыбачиться и вернуться обратно. Ну, хорошо, да, Мухтар, седьмой, мы поняли, что там 15 минут трезвые, мы можем его там собрать, да, 10, 10, загрузить в машину и с успехом там поехать. Динго в машину или прицеп? Покомпактнее. По весу примерно эти же самые 150 килограмм получаются. В машину там загружают? Ну, средние руки, легковушка, если это будет универсал, то да. В некоторые хачбаки, да, войдет, 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 войдет. Страна производителя, расход топлива, вот эти еще характеристики у Динго. Про расход говорить не буду, потому что, опять же, надо смотреть, по какому снегу мы пойдем, какая будет загрузка. Ну, в среднем на баке можно пройти на Динго 150, там 50-80 километров в час. На одном баке... Сколько? Около 6-8 битров. А, ну, ага. Тоже там не заоблачный производитель. То есть, да, если это будет укатанный, опять же, Россия-Маркетинская. Россия. Все российское, кроме двигателя, как всегда. То есть, сборка, конвейер, все в России. На сегодняшний день собирается все это под Москвой. Город Орехово-Зуево. Но двигатели завозятся из Китая. Ну, к этому надо привыкнуть уже давно, да что? Ну, китайская техника, кстати, она довольно надежная нам поставляется. Ну, и по комплектующим, по всем все то же самое. Двигатели четырехтактные, точно так же льем чисто бензин. Все верно, периодически меняем масло, обслуживаем. Любая техника требует, ну, какого-никакого, все-таки ухода. Хорошо, дети, лыжи ставим. Ну, они, кстати, подходят от Мухтара. А, вот то же самое. Лыжи из той же, кстати, поднебесной, но все-таки они одинаковые. По комфорту, опять же, затронем вопрос. Ты садишься на уже снегоход, у тебя хорошая мягкая сидушка, сзади можно товарища посадить, у тебя нормальный полноценный руль с органами управления. Подогрев седения есть? Опция, опция, опция. А, опция, опция. То есть у тебя стоит большое ветровое стекло, ты идешь против ветра, у тебя не задувают, не продувают. Теплее, да, ручки подогреваются, да. На Мухтаре, ну, на последней модификации, конечно, подогрев ручек есть, но штатно стекла там нет. То есть тоже дополнительные опции? Опции, да-да-да, все верно. Есть. Динго. Ну, кстати, как правило, еще рыбаки любят активно отдыхать, у них есть дети. Просто по катушечке. Маленькие, просто по катушечке. Динго, кстати, вполне справляется, если нам не надо преодолевать какие-то большие сугробы, не надо по полю нескольких километров ехать, там, с загрузкой 400-300 килограмм, там, втроем, вчетверо. Динго для укатанного снега, да, миллион раз, да, потому что альтернативы ему пока на сегодняшний день нету. То есть были какие-то пародии, что-то получилось, что-то не получилось, но все-таки Динго дольше всех и качественнее всех держится на рынке на сегодняшний день. Да, и сколько эти вот упомянутые модели уже находятся так в тренде? Ну, Динго, 150-й уже третья модификация, уже на подходе обновленный Динго, название маленько поменяли, SF, кстати, ждем, скоро будет на подходе, скоро уже выставим, соберем. Я сейчас как раз тоже хотел про новинки спросить, потому что знаю, что они вот где-то должны быть. В чем там-то уже знаешь, ты вот отличия-то? Если коротко, то до рекламы это сделаем или после рекламы уже продолжим? Давайте после рекламы. Вкратце, хорошо. Нет, давайте после рекламы, мы зададим еще много вопросов. Да, небольшая реклама сейчас у нас будет, это программа «Трофеи рыбалка». Я напоминаю, что тема передачи «Мототехника для зимней рыбалки». Мы на эту тему говорим с экспертами компании «Арсенал» на Комсомольской 8, Василием Мамоновым и Антоном Хлыбовым. Небольшая пауза. Продолжается программа «Трофеи рыбалка». Давайте без лишних отступлений переходим к разъяснению вопроса, который задал Василий своему коллеге Антону Хлыбову. Новинка. Новинка, да. Чего ждем? Новинка, модификация «Динго» не похожа, чуть лучше. Но изменили внешний вид. Да, если форм-фактор, мы посмотрим «Динго», он все-таки, вот третья модификация, она какая-никакая, но разборная. То есть все это разбирается, все это помещается в багажник. СФ-ка от «Ирбиса» будет у нас полностью неразборной. То есть прицепик уже нужен? Прицепик либо пикап. То есть можно, конечно, опять же в универсал попробовать запихать, но именно такой разборности унификации уже не будет вовсе. Объясняю, почему так произошло. Ну, в какой-то степени «Ирбис» провела опрос, спросила, и результаты показали вот что. Насколько часто разбирают? В 90% случаев держат это либо стационарно, то есть либо крайне редко. Ну, где-то, то есть приехал на машине, поставил машину, пересел на снегоход и поехал. Да, 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 все верно. В данном случае что мы выигрываем? Погоду надо учитывать, да, зимой? Само собой, выгнулся, уже поехал. Некомфортно было, это холодно, зябко, собственно, этими вещами заниматься. Новинка скоро появится, более досконально, конечно же, опять все расскажем, покажем вживую. Приходите на Комсомольскую 8, магазин «Арсенал», он же самый. Пока много говорить не буду. То есть придет, увидим, пощупаем, посмотрим, а снег выпадет. Покатаемся, снимем обзорчики. А, кстати, в «Арсенале» есть возможность какой-то тест-драйва какого-то? Тест-драйв, да, такой протянуем по предварительной записи, собираем группу лиц, так скажем, по предварительному сбору. Заинтересованных вывозим в лес и там катаемся. У нас есть такая практика, это нормально в этом году. Скажем так, интерес вот к этой мототехнике, он обычно начинается чуть-чуть там попоздней, как правило, как уж снег выпадет. Ну там же Новый год, там многие думают, у тебя подарки к Новому году. И начинают, а в этом году мототехнику вот прям уже вот, наверное, даже недели-две назад уже так активно начали интересоваться. Готовься они летом. Готовься они летом, да, начали смотреть, начали выбирать. Поэтому у нас сейчас практически весь ассортимент выставлен, вот кроме вот новинки, которая приедет. Тест-драйв будет обязательно, мы и видеообзорчики снимаем, да, там можно будет посмотреть, задать все интересующие вопросы, мы на них ответим. Дальше. Хорошо. Мухтар, мы поняли, что это такой уже, ну тоже снегоходик, да, снегоходик. Который, кстати, вот забыл сказать, его еще и можно как мотобуксировщик использовать. Мы дальше. Есть мини-снегоход, а есть мотобуксировщик. Принципиальное отличие. Вот давайте о них поговорим в ближайшие 15 минут. Что за ягоды? С чем ее едят? Ну, в первую очередь, мотобуксировщик, он же мотособака, это будет, ну, типичная для всех конструкция. Это гусеница, типичная для всех мотособак. А, ну, да. То есть не будет каких-то глобальных отличий там у трех-четырех там производителей. То есть форм-фактор всегда практически один и тот же. Ну, я не беру, опять же, частные случаи, где там две гусеницы бывают, там какие-то там приписывают супервиздекорные качества. От снегохода основное отличие? Одна гусеница, сверху двигатель, вкратце если. Лыжи нет? Лыжи нет. Окей. Как рулить-то? А где этот самый, извозчик-то? Стоишь в санях, которые ты прицепляешь сзади на прицепное устройство специализированное. Вот поэтому и собака, да? Да, да, да. История уходит, кстати, в далекие там 70-80-е годы, там, кстати, из России все это, наверное, прошло, насколько я знаю. Но суть в чем? То есть это альтернатива упряжке собак. То есть собак не хотели мучить, захотели как-то моторизировать это все дело. И из подручных средств поставили двигатель, сделали какую-никакую первую там гусеницу свою. Все, получилось. Мото-собака-мотокошка. То есть если я правильно понимаю, что к такой штуке мы покупаем, грубо говоря, вот блок двигателя с гусеницей. Ну да, отдаленно, да. Там есть вот какой-то вот такой вот руль, который мы там можем рулить. Вась, перебью, опять же, управление будет схоже с управлением мотоблока. То есть стоишь в станях. То есть ты всю конструкцию поворачиваешь, да? Да, это, кстати, легко. Это на практике кажется тяжело, но на практике... На снегоходе ты поворачиваешь лыжу, и у тебя рулит. А здесь ты поворачиваешь всю эту гусеницу. Я, честно скажу, сам ни разу не пробовал. Вот на снегоходах ездил много, но мото-собаке ни разу не представляю, как ее покупать. Ну, по сравнению со снегоходом, мото-буксировщик все-таки более, конечно, варварский метод передвижения, но имеет свои плюсы. Сани в комплекте или их надо покупать? Подбираем под себя, под свою комплектацию. То есть побольше, поменьше, одни сани, двое сани. Хорошо. В санях исключительно стоять? Можно сидеть. Сидушки, возможно, можно приделать. А как сесть? Сидишь и рулишь. Проходимость чуть похуже. Все, хорошо. Место больше занимаешь в санях. Сидишь и рулишь. Соответственно, водитель, да, в санях? Не в санях же у тебя, а еще пассажира надо посадить. Вот сколько человек я могу посадить в мотособаке? Я, насколько понял, там сани могут быть любые. Нет, 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 неправильно. Сани любые не подойдут. Надо подбирать, опять же, для более хорошей проходимости сани, которые идут хорошо в калию, опять же. Ну, то есть в ширину гусеницы. Если это оставляет, там, 50 сантиметров, грубо говоря. И сани надо брать там понизу, чтобы они были тоже 50 сантиметров. Можно подцеплять их танденом, можно так называемым паровозиком. Да, то есть, ну, идеальная компоновка. А управляемость за счет этого и проходимость, наверное, упадут. Проходимость. Если там в трое сани подцеплю. В одних у меня там маленькие сани, например. Или как вот они должны быть? Не знаю, там, одинаковых габаритов. Либо это могут быть вот маленькие сани, в которых там сидит, стоит. В идеале, Вась. Сидит или стоит рулевой, да, там, назовем его, водитель. Вот перебью. Сзади там стоят следующие сани. Идеальная компоновка. Это мотобуксировщик. За ними сани с водителем и с полезным грузом. И еще одни сани с пассажиром и, опять же, с грузом. Паровозик. А, ну, то есть распределить. Да, да, да. Ну, чтобы не проваливалось. Распределить нагрузку. Это мы выиграем, во-первых, комфорт для водителя. Где-то можно сманеврировать. Это заваливать своим весом. Почему, опять же, более варварский метод передвижения. Я настолько понимаю, в любом случае, мотобуксировщики, вот, мотособаки, они более бюджетные по ценнику, по сравнению. Гораздо бюджетнее. В какой бюджет можно вложиться? Ну, давайте, видимо, о достоинствах уже начинаем говорить, да? Да. В какой бюджет? О чем Антон вкратце упомянул. Порядок цен начинается, ну, буквально, там, от эконом-класса. Но, опять же, они будут ограничены проходимостью за счет 38-й гусеницы. Понятно. От 40 и пошли до бесконечности. То есть, даже до 50 можно уложиться. 40, сама мотособака, плюс санки. 3000 плюс-минус. Ну, короче, в 50 там полный комплект, там, будет со всеми санями. Даже останется на обмыть. Даже останется на обмыть и на масло. Двигатели двухтактные, четырехтактные. Вот я там знаю, что в некоторых бывают двухтактники, по-моему, ставят. Отходят они на задний план. То есть, убирают. Как правило, используют, ну, опять же, тенденция пошла из поднебесной. Четырехтактные двигатели, которые, кстати, ставятся так же точно и на мотоблоке. То есть, движок будет подобный, либо, как минимум, такой же точно. Почему именно они? Почему они какие-то двухтактники? Ну, во-первых, четырехтактник, они абсолютно все свойства свои отыгрывают на все 200% возможных. Это неприхотливые. Это, опять же, они дешевые по расходникам. Сами по себе имеют небольшую стоимость. Ну, и неприхотливые. В первую очередь, это неприхотливость. Давай тогда, ну, коли уж мы там так достаточно подробно разобрали, какие-то модели мини-снегоходов, давай какую-то, по твоему мнению, самую конкретную модель, какую-то популярную, которую прям все там хотят приобрести, да, и которая действительно имеет определенные плюсы. Ширина гусеницы, проходимая, мощность. Классика жанра. Классика жанра. 50-я гусеница, габаритный размер 1,5 метра. Ну, это универсальность в плане транспортировки. То есть подбираем примерно такого же размера сани. Я точно уверен, что, вот я даже видел это, берут мотособаку, ставят ее вот в эти сани, в санях поднимают и загружают в машину. Прямо, да, вот прямо запихивают в багажник. То есть удобство, компактность, удобство в чем? Вытащить, достать из машины, где-то перекантовать в санях легче и удобнее, потому что они катятся сани. Понятно. Модель. Модель. На сегодняшний день очень популярной моделью стали буксировщики фирмы BTS. БТС завезли практически все верно, только из Поднебесной двигателя. Все остальное наше. Все как всегда. И собирают в России тоже. Так точно, все верно. В чем плюс? Цена, качество. Опять же, буксировщики схожи все по характеристикам, по свойствам и визуально не похожи все. Давай нашим радиослушателям скажем модель, чтобы они так пришли к нам в арсенал и сказали, хочу мотособаку. Хочу БТС 15 лошадей, среднюю гусеницу, не короткую, не супер длинную, универсальный буксировщик. 13-15 лошадей. Практически все цели и задачи он перекрывает с лихвой. Хватает для всего. По моделям, по хотелкам можно так и вверх двигаться, так и вниз. По скорости они проигрывают. По удобству проигрывают, по скорости, но я собаку могу разогнать по укатанному снегу, в зависимости, опять же, комплектация 40-50 км в час. Огромная, но это комфорта ноль, потому что стоишь сзади в санях и рулишь всем вот рогами. Стекла никакого нет, подогрева ручек никакого нет. Можно сделать. А ну как опцию можно добавить. Освещение, фонари, багажник, полезный груз. Комфорт, я насколько понимаю, все равно меньше, чем на мини-снегоходе и на снегоходе в большом. Вак, емкость, бензин. В зависимости от модификации до 8, грубо говоря, литров. То есть ставят как и 9 лошадей, так и 6,5 лошадей, так и 13, так и 15 лошадиных сил. Расход? Средний, опять же, как на Мухтаре. Я думаю, что примерно такой же, как на Мухтаре. А вот Мухтар, его можно использовать, если память не изменяет, без лыжного модуля или он... Спереди лыжный модуль убираем, ставим рога. Получается та же мотособака. Все верно. Между прочим, с реверсом еще. Которая назад едет. Которая может ехать сама. А обычные мотособаки едут только вперед. Не всегда. Не шагу назад. Есть модификации и с реверсом. Но, опять же, это влечет за собой удорожание стоимости. Реверс, видимо, присутствует в том числе для соблюдения мер безопасности. Это удобство заехать, выехать из гаража. Заехать, выехать, это раз. Во-вторых, если в снег зарылся... Ну, пустить его, какую-никакую раскачку. Ну, назад его там выехать, да, по более уже утоптанному снегу. Я просто подумал, нет, если едешь, вдруг какое-то полынье обнаружат. Если полынье, то не успеть. Никакой реверс включить. То есть остается только выпрыгивать. Это отдельный разговор, конечно. Реверс — это, в первую очередь, удобство проходимости. Где-то нужно сдать назад с санями. То есть выехать, заехать, переехать. Ну, и в том числе из гаража просто банально. Я, кстати, насколько заметил, с реверсом вот такие штуки в основном покупают, большей частью приобретают охотники. Не рыбаки, а охотники, которые передвигаются где-то в пересеченной местности, где есть лес, кусты или еще что-то. Рыбаку-то там что? Он выехал по прямому полю и шпарит. А охотнику это важно. Где-то там между деревьями проехать, назад вернуться, найти более удобный путь. Ну, вот такие штуки покупают в основном именно охотники. Так. Как можно усовершенствовать эту мотособаку? Что дополнительного оборудования? К любой ли мотособаке? Я вот сейчас про Мухтар опять же, да. Вот я для себя там узнал вот эту вещь буквально там сегодня, да. Что с Мухтаром можно его взять без лыжного модуля. Ну, для того, чтобы сэкономить там определенную сумму денег, да. И пока там копишь на лыжный модуль, на нем можно передвигаться, как на мотособаке. К любой мотособаке подцепляется лыжный модуль. Есть модификации и модели лыжных модулей, которые устанавливаются, в принципе, да, действительно практически на любую мотособаку. Они также представлены в наших магазинах. Но суть-то вот в чем. Отдельно, буквально года 3-4 назад начали появляться и набирать популярность модели мотобуксировщика. Но подразделяются они все-таки на другие вещи. Так называемые толкачиваясь. Ты, наверное, понимаешь, о чем я говорю? Не качиваясь. Ждем поставления. Поставку? Поставку ждем. Ну, я же груз впереди, и ты его толкаешь. Нет, не груз, не груз, не груз. Спереди стоят сани. Сзади у нас идет классический мотобуксировщик. Ну, то есть собаки-то у нас впереди, а в санях мы сзади. А здесь будет толкать. А тут, друзья, я об этом и говорю. В чем суть? Опять же, непонимающий человек скажет, а какая, собственно, разница? Тяни или толкай. Разница, как всегда, есть. Тянуть проще, вроде принято в технике. Толкать плюс какой будет. Проходимость возрастает в разы. Почему? Потому что мы идем по снегу, по целине. То есть мы перед собой сначала трамбуем этот снег, а потом уже по укатанному, за трамбованному снегу уже едем. За счет этого возрастает проходимость. В принципе, собака будет ограничена по проходимости. Можно, конечно, поставить, докупить там модуль лыжный. Получится мини-снегоход из собаки. Получится так называемый трансформер использовать и так, и так. Но проходимость всегда собаки будет ограничена тем, что у нее развесовка. То есть либо она тянет, либо толкает. Но у нее имеется большая гусеница. Комфорта будет меньше. Однозначно меньше, потому что стоять, либо сидеть, это все-таки в санях не так комфортно. Ладно, хорошо. Толкач. Сзади там двигатель. А где водитель-то сидит? Сидит прямо на собаке, сверху. Практически. Она получается посерединке между санями и буксировщиком. Блин. Надо было посмотреть. Это кажется страшным, но на деле это обалденная штука. Так, ценовой диапазон мы проговорили. Уже минимум 40. Да, в районе 40. И выше. Сколько отдельно лыжный модуль? У меня сейчас просто такой шкурный вопрос. Вот если есть они там уже за 100, а здесь, насколько я понимаю, я покупаю за 40. Как беру там лыжный модуль, не знаю, сколько он тут, 10, 15? Лыжный модуль стоит порядка 20 тысяч рублей. Если посмотреть именно приставку модуль толкач, они, конечно, на порядок дешевле. Эта конструкция получается проще. То есть именно поворотный механизм, именно рама, именно руль, именно площадка, где мы сидим, куда мы ставим ноги. Ну и также точно подбираем под себя сани. Порядок цен от 15 и выше. Вот я сейчас это просто к тому, что кого заинтересует, да, на самом деле можно даже так сильно до 100 уложиться-то. Сильно до 100, очень сильно до 100. А можно я такой вопрос задам? Ну вы же безусловно, я напоминаю, что это эксперты компании «Арсенал», но вы же безусловно изучаете цены у конкурентов, их предложения. Вообще есть ли большой смысл мотаться по городу в поисках более выгодного предложения? Нет, за счет больших поставок и налаженной схемы, все-таки в одном месте мы сконцентрировали лучшие модели. Тот же «Мухтар», те же «БТС», еще куча вариантов. У нас выбор на данный момент огромен. Всех производителей, сегодня мы далеко не всех рассмотрели, то есть про каждую можно говорить, хоть и не из виду одинаковое, но у каждой модификации есть свои нюансы, особенности, про которые можно долго и тщательно разговаривать. Но это, я думаю, что лучше сделать в магазине, непосредственно глядя на эту модель, задавая вопросы, и там Антон и товарищи смогут рассказать коллеге, все что угодно. Не помню, проговорили, не проговорили, насколько востребованы там вот собаки? Как никогда. Не подлежит абсолютно никакой регистрации, нету лыжи. То есть, в принципе, ставить на учет что? Гусеницу с двигателя? Нет, конечно же, никто так не будет делать. Регистрация не подлежит вообще. В силу своей ценовой политики, да, она сейчас уже достаточно доступна. Ну, то есть, это средняя цена обычного лодочного мотора. Ну, вот я тоже хотел привести пример, да. Ну, как обычно. Примерно сопоставимо с мотором. Нет, сопоставимо. И если сейчас посмотреть, что летом у нас практически все там на моторах, да, и я думаю, что зимой вот, ну, я сейчас выезжаю на зимнюю рыбалку, все больше и больше замечаю людей, которые именно моторизованы уже, да. И там мотособаки, мини-снегоходы какие-то, огромные большие снегоходы. Так или иначе, да, развиваются. Лет 10 назад еще все либо пешочком, либо на лыжах, либо на классическом буране, который прожорлив довольно-таки, ну, и тяжелый, и тяжелый. Вот опять же отдельный разговор. Сейчас, да, можно позволить себе, практически каждый может себе позволить купить какую-никакую там мотособачку, маленький снегоходик, и без проблем с реализацией парики. Все супер, давай, и, наверное, уже вот так вот, подытожив это все. У нас остается сколько? 4 минуты у нас буквально еще есть. Вот, подытожив это все, уход. Вот как-никак, все равно это техника, да, какой за ней нужен уход. Да, чтобы она исправно в сезон выезжала. Вот она служила, служила и служила. Самое главное, вот давай там несколько факторов, которые обязательно нужно соблюдать, для того, чтобы наша мототехника там работала долго и долго и радовала нас. То есть, что нам нужно? Самое минимум, проверяем перед каждой поездкой систему управления, органы управления, рули. Чтобы ничего не болталось, нет. Все верно, все верно. Что-то смазать, если где-то нужно и требуется. Проверить подвеску, проверить трансмиссию, проверить двигатель. Как проверяется это все? Очень просто, буквально на коленке можно все проверить, починить даже в случае чего-то. Вот я сейчас задам вопрос. Очень часто на больших снегоходах приходят и покупают вот эти вот, как раз, как ты говорил, склизы. Говорят, они у меня сгорели. От чего, почему и как это могут они сгореть? Комфорт требует жертв. Склизы могут сгореть по какой причине? Если мы ходим долго, ездим долго очень по укатанному снегу, то есть если у нас специализированные скрипки не стоят, а на больших снегоходах, кстати, как правило, ставят и их, либо мы очень много и долго и упорно едем по льду, открытому льду без именно снежного покрова. Когда нет сцепления постоянного, да? Ну, склиза, представь себе, это просто пластик, который трется, по сути, об гусеницу, то есть непосредственно по резиной технической, по резиновой части гусеницы ходит и по скобкам металлическим. То есть пластик и стирается очень быстро на сухую. Когда сгорает вот этот склиз, гусеница тоже портится? Да, конечно, обязательно. То есть вот за этим стоит следить. Вот, ну, грубо говоря, вот я выгнал свой там буксировщик из гаража, решил ехать на рыбалку, то есть мне как минимум стоит на вот это обратить внимание. Подвеску, подвеску, посмотреть гусеницу, да, там натяжение, чтобы она там не болталась. Окей, уровень масла там есть? Перед каждой поездкой, так как двигатель четырехтактный? Чуп есть. Обязательно, конечно. Карбюратор, кстати, да, Витя? Да. Карбюратор. Так. Да, да, да. Нам звукорежиссер показывает, что остается минутка у нас. Уже пора, уже пора. Мы, как всегда, более подробно, более тщательно прийти пощупать, посмотреть на комсомольских голосов. Окей, последний вопрос. Зимний сезон у нас закончился. На лето я что-нибудь делаю, там масло сливаю, заливаю, какие-то жидкости. Приводишь сервисный центр, тебе все обслужат, все сделают. Если по какой-то причине не получается, все в инструкции на русском языке, черным по белому, все расписано, показано. Если что, мы подскажем. Хорошо. Куда, что, как залить. Хорошо. Все понял. Спасибо, поговорили о части, о частичном мы поговорили. О сотой части, наверное, от сотой еще части. Поверхность очень. Я думаю, что сделаем еще. Вот сейчас новинки придут, по ним обзор, да, там конкретно поговорим об этих моделях, которые появятся. Безусловно, еще побеседуем. Василий Мамонов, Антон Хлыбов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. У нас еще немножко времени, вернее, у меня уже остается немножко времени для того, чтобы подвести итоги нашего фотоконкурса «Мой долгожданный трофей». Через несколько мгновений или минут вы узнаете о том, кто получит приз от компании «Движение нефтепродукт» нашего генерального партнера. Приз в виде 30 литров бензина «Ультра-92». Терпение немножко, и вы все узнаете. Спасибо. Добрый вечер еще раз. Считанные минуты буквально остаются до завершения программы «Трофей и рыбалка». Это самые волнительные минуты, потому что прямо сейчас я подведу итоги нашего фотоконкурса под названием «Мой долгожданный трофей». Еще раз напоминаю, что этот конкурс, он проходит в группе нашей радиостанции ВКонтакте, и этот, и все последующие. Вот я буду об этом напоминать в каждом анонсе, так что вы имеете в виду. Итак, что разыгрывается. Напоминаю, что это 30 литров бензина «Ультра-92» от компании «Движение нефтепродукт». «Движение нефтепродукт» — это наш генеральный партнер. Без движения нет ужения. Слоган у нас такой программы. Вот сейчас держу на камеру три купончика. Те, кто думал, что мы вручим прям 30-литровую канистру с бензином, нет, вы не правы. Мы более цивилизованно поступим, чтобы не таскать это все, и чтобы не пахло тут нигде бензином. Итак, напоминаю, кто участвовал в нашем финальном голосовании. Четыре рыболова мы решили туда запулить в голосовалку. Сейчас проговорю имена всех участников. Номер один — это Роман Ашихмин. Напоминаю, что по условиям конкурса нужно было не только фотографию своего трофея и себя, соответственно, прислать, но еще и оставить небольшое описание в нашей группе ВКонтакте. Итак, что же я вижу у Романа Ашихмина? «Обычный однодневный выезд на любимую реку Вятка на очередной постановке под стаи Бели. На втором забросе ловлю приятный бонус в виде щуки на 4 килограмма 800 граммов. Всем ни хвоста, ни чешуи», — написал Роман. «Щука», — собственно, на фотографии. Выглядит все это очень и очень симпатично. Да, кстати, я хочу сказать вам, что я пока не знаю, кто победил в нашем голосовании, потому что я лично ВКонтакте в нашей группе не голосовал. Ну, вы сами знаете, пока человек не проголосует, он не увидит там процентовку и количество голосов, отданных за то или иной вариант. Я сделаю это в самом конце. Участник номер два — Сергей Порубав. Сергей прислал очень солидную фотографию, где он вместе со своим трофеем. Это щука почти что на 9 килограммов. Это я читаю в описании. Ну, сейчас прочитаю все. Неожиданный подарок принесла рыбалка на Вятке в районе Новожил. Новожил, если не ошибаюсь, это уреческий район. Щука на почти что 9 килограммов. Третий разряд по спортивной ловле, ведь поймал ее во время участия в областных соревнованиях. Довольный такой Сергей стоит с этой щукой. У него медаль на шее и кубок в левой руке. Очень здорово все это выглядит. Это участник номер два. Далее участник номер три — это Сергей Мазунин. Тоже он со своим трофеем. Сейчас прочитаю описание. Это трофей из прекрасной реки Белая Холуница. Рыбачу на данной речке с детства. И вот однажды она порадовала меня хорошей щукой на 2,5 кило. Собственно, фотография прилагается. Хотя на данном месте стояли мы с братом и ловили окуней на глубине всего 30-40 сантиметров. В травке злая охотница не могла проплыть мимо вертушки. Далее наименование и бренд Мэпс. Вертушка вот этого бренда. Участник номер три. И участник номер четыре. Да, все верно. Зовут его Семен Микрюков. Вот у него, на мой взгляд, самое оригинальное описание. Он тут подмазывается, как может. Вечерком заправился и означает на движение, пишет. Он в путь отправился с друзьями на рыбалочку. По пути слушали нашу радиостанцию. Всегда ловит и везде. Все встали рано утром, часа в четыре. Сначала клюнул шнурок щучий. Прям какое-то обидное прозвище получилось. Эй, ты, щучий шнурок. Потом судак пожаловал в гости. На завтрак были стейки из судака и уха из щуки. Тоже классная фотка. На ней улов Семена как раз-таки изображен. Итак, внимание. Беру в руки те самые купоны. Три штуки, каждый на 10 литров. От компании «Движение нефтепродукт». Ультра-92. И вот сейчас передо мной встает, конечно, непростой выбор, за кого же проголосовать. Кстати, в этом голосовании приняли участие более 400. Кстати, более 400 человек, подписчиков нашей группы ВКонтакте. Ой, трудно, конечно, делать этот выбор. Все участники достойные. Великолепные фото предоставили. Не поленились написать, где, как, на что это было поймано. Ну, давайте, ладно. Я отдам предпочтение Сергею Порубову. Потому что, во-первых, у него все-таки самый большой улов. Почти 9 килограммов. Щука. Потому что он матерый. Рыболов. Медаль. Опять же, кубок. Давайте я за него проголосую. И прямо сейчас я узнаю, кто же все-таки победил в этом конкурсе. В фотоконкурсе мой долгожданный трофей. Итак, Сергей Порубов. Отдаю за него свой голос. И что же я вижу? Я вижу все. Теперь я вижу, кто победил. Итак. Не одержал победу в нашем конкурсе. Не одержал. Роман Ашихмин. 10% с небольшим голосом он получил. Тех более 400 человек, которые проголосовали. Не одержал победу Сергей Мазунин. У него самое небольшое количество лайков. Не одержал победу Сергей Порубов, за которого я только что проголосовал. Очень жаль. 36% у него. Это второе место получается. Ну и, как вы можете уже догадаться, 30 литров бензина от нашего партнера, генерального компании «Движение нефтепродукт» достается Семену Микрюкову. Вот тот, который оригинальное описание, где упомянула нашу радиостанцию. У него больше 51% голосов. Семен, я вас поздравляю. Вот эти три купона, которые я снова держу в руках, не выпускаю. Я их все-таки выпущу, когда вы придете к нам. Прийти можете уже завтра. Не секретно, что мы находимся по адресу московская 40. В редакции вам обязательно мы эти купоны вручим, вас сфотографируем и выложим фотографии, соответствующие в нашей группе ВКонтакте, чтобы никто не задавал вопросы. А куда вы купоны дели? Вот настоящий победитель. Только что определился Семен Микрюков. Еще раз вас поздравляю. Да, и что касается наших последующих конкурсов, я сейчас хочу об этом сказать. Это не было упомянуто в условиях вот этого конкурса, но это отныне будет впредь. Мне подсказала редактор нашего сайта и наших групп в социальных сетях Даша Топозлеева. Она мне сказала, Вова, ты знаешь, в голосованиях могут ведь люди и накручивать голоса. Вот если говорит, я замечу в следующий раз, что кто-то этим занимается, давай будем снимать человека с голосования. Даша специалист, я ей доверяю в этом смысле, и я ее поддержал. Вот если в следующий раз что-то такое будет происходить, а Даша это сможет доказать, а если вы не сможете обосновать обратное, то, увы, в голосовании вы принять участие не сможете. Вот такое условие. И да, что касается следующей нашей программы, трофея «Рыбалка», она выйдет в следующий четверг в 8 часов вечера. Это будет 1 ноября, если не ошибаюсь. И там речь пойдет о турнире по ловле форели на спиннинг. Турнир этот будет проходить 28 октября в это воскресенье в рыболовном клубе «Белдуга», что в «Чистых прудах». Я напомню, что этому турниру мы посвятили предыдущую программу «Трофея «Рыбалка», эксперт компании «Арсенал» Василий Мамонов очень подробно рассказывал и об этом турнире, и об особенностях ловли форели на спиннинг. Обязательно найдите эту программу на нашем канале в YouTube, либо на нашем сайте хкирова.ру. Вот, мы планируем сделать выездную запись этой передачи, которая выйдет в четверг 1 ноября. Естественно, будет видеоверсия. Я лично собираюсь там все отснять, как участники турнира закидывают, забрасывают снасть, как они выводят попавшуюся рыбу, как они ее достают и так далее. Думаю, что получится очень интересно. Еще раз заостряю ваше внимание. Программа, отчетная программа об этом турнире рыбацком выйдет 1 ноября в четверг с 8 до 9 вечера. Ну и еще хочу напомнить о том, что повторы программ у нас выходят по воскресеньям после 16 часов. Всем рыбакам, как это принято говорить, ни хвоста, ни чешуи. На сегодня программа «Трофеи рыбалка» завершена. Всем хорошего отдыха. Пока. Трофеи рыбалка.